Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня булгур с мясом. Также обалденный салат, рецепт на который я вам обязательно оставлю в инфобоксе. Переходите, готовьте. Огромная, если честно, порция и салата, и блюда. Посмотрим, сколько я смогу съесть. Если вы тоже кушаете, то приятного аппетита. Что касается меня, буду ли я держать пост? Нет, скорее всего, не буду. Но я с большим уважением отношусь ко всем, кто этот пост держит. Вкуснотища. Здесь булгур. Его, кстати, никогда не было на моем канале. Многие просили домашнюю еду. Я подумала, почему нет. Решила приготовить булгур. Давайте отвечать на вопросы, которые вы задавали мне в сообществе. Все вопросы, на которые я отвечаю, я их удаляю, чтобы еще раз не ответить на один и тот же вопрос. Здравствуйте, Айнур. Спасибо вам за ваш контент и постоянную связь с нами. Заметила, что в последнее время большинство блогеров начали просить донаты. Как ты к этому относишься, к платному контенту на YouTube? Очень приятно, что ты не позволяешь себе подобные вещи. Мне, конечно, очень приятно, что вы вешаете мне на грудь такую медаль. Но люди, которые просят донаты, это в основном крупные блогеры. А крупные блогеры, они работают не одним. Они работают в команде. Например, я, если мне отключат монетизацию насовсем, когда я несу ответственность лишь за себя, я могу продолжать снимать контент. Но когда на мне команда, это все гораздо сложнее. Нужно платить зарплату. Ты не скажешь своим работникам, что извини, вот такие вот проблемы. Поэтому я не осуждаю этих людей. Там читаю комментарии, вижу, что люди пишут, нам тоже сейчас не до донатов, у нас тоже проблемы. Там увольте с работы и все дела. Поэтому людей тоже можно понять, но людей никто не заставляет. Это просто на добровольной основе. Хочешь, помогай, не хочешь, не помогай. Когда блогер один или, например, у него только монтажер, на него можно накинуться, что что-то офигел или нет. Но когда у блогера целая команда, а у команды тоже своя семья, маленькие дети, которые тоже хотят кушать, и никто бесплатно работать не будет. Да и неправильно это. Проблема, которые возникли, это чисто проблема блогера. Когда делают платный контент, с этим я не согласна. Но когда блогер говорит, что кто хочет, может мне помочь, вот мой кошелек, пожалуйста, переводите. На добровольной основе. При этом продолжает делать офигенный контент. В этом не вижу ничего плохого. Хотите, помогите. Не хотите, пройдите мимо. Обалденно вкусно, особенно салат. Это просто нечто. Я просто люблю брокколи. А такое сочетание. Лимонный сок и все дела. Получается очень вкусно. То есть поэтому никого не осуждайте. Не нравится вам все это. Не переводите свои деньги. Тем более сейчас сложные времена. У многих сейчас проблемы с работой. С финансами. Мне тоже YouTube предложил. Там письмо пришло, что вы можете оформить спонсорство. То есть, например, будут подписчики, которые платят каждый месяц, например, условно 50 рублей и получают намного больше контента. В Америке это уже норма. Но мне кажется, у нас это еще дикость. Если задать мне конкретно вопрос, готова ли я платить за контент, контент именно блогеров. Я скажу вам нет. Ну, просто задонатить какому-то блогеру, там, не знаю, позиция которого мне близка. Это да. Так каждый месяц платить определенную сумму, чтобы смотреть какой-то контент. Одно время, помню, Дом-2 так сделали. 350 рублей стоила подписка на их сайте. Сначала мы на их сайте смотрели бесплатно. А потом они закрыли это все. Смотреть можно было только по подписке. Подписка стоила 350 рублей. Я сказать честно, сразу платить не стала. Я за интернет плачу. У меня очень хороший интернет, суперскоростной. Я за него плачу, получается, 30 монат. 1500, да? 1500 рублей за интернет. И вы прикиньте, например, 5-6 передач, которые я смотрю. За каждые... Я должна еще 350 доплачивать за каждую передачу, которую я смотрю. Возможно, я не настолько сильно любила на тот момент Дом-2. Или просто мне было жалко денег. Просто сейчас, мне кажется, столько альтернативы. Столько людей, которые снимают контент. Которые бесплатно что-то вещают. То есть нету такой прям необходимости покупать у кого-то контент. Я понимаю, там подписку на Нетфликс. Но мы блогеры. Не такой уж прям суперконтент делаем. Подписалась на одну девочку в тик-токе. Она снимает видео на тему, как легко запомнить слова на английском. Как учить английский незаметно для себя, короче, да? В принципе, у нее контент очень даже информативный. Очень даже полезный. Кто-то, возможно, за деньги продает эту информацию. Она абсолютно бесплатна. И таких источников у нас сейчас дофига. И это круто. Я, например, считаю, что хорошо, что есть много мукбанкеров. Например. Ни в коем случае не считаю, что о, вот новые начали снимать и так далее. Все начали снимать мукбанкеры. Какие плохие люди. Наоборот. Во-первых, где есть здоровая конкуренция, где есть выбор, там есть люди. То есть, если, например, только один блогер будет снимать в ютубе, то зрителей станет намного меньше. У человека в любом случае должен быть выбор. Каждый находит себе блогера по душе. Поэтому нас много. Поэтому это круто. Я поэтому всегда говорю, что я не понимаю людей, которые пишут негативные комментарии. Могу объяснить, почему. Если я вас раздражаю, а такое может быть. Я это допускаю. У вас всегда есть выбор. Вы не заплатили мне за подписку. Или у вас, например, в ютубе только один мукбанкер. У вас много их. Зачем строчить что-то плохое? Я, например, смотрела одного блогера. Девушка переехала в Турцию. Познакомилась через интернет, короче, с парнем. И, в общем, жила в Турции. И очень интересно было наблюдать за ее жизнью. Как, что. И, в общем, однажды я смотрю ее влог. И влог она назвала «Свекровь меня ударила». Я зашла смотреть. Засмотрела это видео до конца. В конце «Свекровь» просто рукой нечаянно задела ее. Я, получается, посмотрела 30-минутный влог из-за названия. Но там этого абсолютно нет. Это самый обычный крикбейт. После этого я не стала писать ничего плохого. Я просто перестала ее смотреть. Сделала так, что ее видео мне больше не рекомендовались. Вот прошло, наверное, уже 2 года. Я ее не смотрю. Возможно, она после этого больше так не делала. Потому что было много негатива под этим влогом. Но я просто поняла, что это не мой человек. И то же самое вы. У вас всегда есть выбор. Не нужно писать что-то негативное. Ты чавкаешь. Ты противно кушаешь. Ты такая урод. И так далее. Найдите того блогера, который вас не будет раздражать. И будет устраивать на все 100. Я поел, не смогла доесть. Потому что было очень много. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Пока.